Андрей Четвертаковский Макс, помнишь, ты рассказывал, что познакомился с кубиком, когда увидел парня с кубиком в трамвае? Если бы сейчас его встретил, что бы ты ему сказал? Я сомневаюсь, что я бы его узнал, потому что, когда я увидел этого человека в трамвае, я смотрел не ему в глаза и не в лицо, я смотрел на кубик, потому что магическая сила кубика притягивает взгляд до такой степени, что на всё остальное просто не обращаешь внимания. Но я благодарен безумно этому человеку, потому что после этой встречи, такой вот совершенно случайной, а может быть и не совершенно случайной, жизнь моя слишком сильно поменялась, чтобы это забыть и чтобы не быть благодарным этому человеку. Поэтому я ему благодарен, и если вдруг он видит это видео, я хочу сказать ему спасибо. Иван Калинин. Макс, с наступающим. Прошу, сделай обучалку по Squire One. Она уже есть. Скорее всего, тоже вопрос задавался тогда, когда её ещё не было, да? Но с тех пор прошло, наверное, сколько? Два-три дня, где-то так, да, с момента вопроса. И за эти два-три дня на моём канале появилась куча новых обучающих видео, которые я просто штамповал сутками. Потому что, ну, раз приехал домой, надо заняться чем-то полезным. Решил заняться обучалками, чтобы в нашем мире стало ещё больше спидкуберов. Тоже Иван пишет. Пожалуйста, передай привет Донецку и Украине и пожелай мира нашему региону. О, это да. Это такой вопрос, который вообще, наверное, никого равнодушным оставлять не должен. У меня огромное количество друзей и в Донецкой, и в Луганской области. И я в этом году буквально проезжал по территории этих областей. И тогда ещё даже подумать не мог, что там начнётся такое. И я понимаю, что, наверное, многое из того, что там реально происходит, я и мы все не знаем и, может быть, даже никогда не узнаем. Но тяжело осознавать, что где-то рядом, в принципе, Луганск от Волгограда в 800 километрах приблизительно, даже может быть меньше. Да и неважно, рядом или не рядом, когда там происходят такие вот непонятные вещи, становится дико, становится страшно и становится обидно. Поэтому, конечно, передаю привет Донецкой и Луганской области всем, кто меня видит. И желаю, чтобы все те проблемы, которые там сейчас есть... Я даже... Возможно, проблемы — это не самое подходящее слово, это, возможно, даже больше, чем проблемы. Хочется, чтобы это раз и навсегда просто ушло из жизни всех людей нашей планеты. Марк Качайкин пишет... Привет, Максим, ты будешь на соревнованиях в Днепропетровске. Ой... Днепропетровск — чудо-город, в который я приезжал в 2014 году и еще вернулся бы столько раз, сколько жизнь даст возможность. Там живет мой прекрасный знакомый Сергей Кокшаров, который совсем недавно поставил рекорд Украины по сборке кубика на количество ходов. Вот. И я вижу, как он сильно развивается в этом направлении. Я желаю ему успехов в этой области и во всех остальных сферах жизни. Тем более Сергея ждет приятное событие в 2015 году, о котором я пока что не буду говорить. Вот. И если Сергей организует соревнования в Днепропетровске еще раз, а я искренне верю, что у него это получится, то я с большим удовольствием приеду. От Марка уже вопрос. Какой у тебя персональный рекорд по планету 4 на 4 на соревнованиях? Вот как раз в Харькове на соревнованиях я поставил свой личный рекорд. По-моему, 11 минут 28 секунд или 11 минут 29 секунд. Что-то в этом духе. Самое интересное, что я делал три попытки на соревнованиях в Харькове. Первую попытку собрал за 12 копейками и заснял это на видео. Вторую попытку вообще не собрал и заснял это на видео. А третью попытку решил не снимать и поставил личный рекорд. Вот так вот. Все самое интересное в этом случае осталось за кадром. Но результаты есть на сайте Всемирной ассоциации спидкубинга. Я хочу сделать обучалку по боковому хвату, потому что в интернете очень мало информации по этому поводу. Да и сам я вот пару лет уже собираю кубик боковым хватом. Правда, сейчас все-таки у меня возникло большое желание попробовать, что такое верхний. Но при этом я считаю, что я, наверное, должен, может, не самое подходящее слово, а может быть и должен рассказать своим подписчикам, своим зрителям, что такое боковой хват и в чем его плюсы. Ну, плюсы его, конечно, в легкой сборке креста, в красоте вращений, в отсутствии перехватов и так далее. Есть, конечно, и свои минусы, но я и о них расскажу в видео, посвященных FTL-у боковым хватам. Вадим Грудин пишет. Макс, привет. Хотел спросить, сможешь ли ты приехать во Львов, когда сделаешь обучалку по Square One? С наступающим. Ой, во Львов я бы с радостью приехал, потому что Львов – это, наверное, сердце украинской культуры. Вообще, на западе Украины я был в Луцке, я проезжал город Ровно или Ривно, как говорят украинцы, а вот во Львов еще никак не могу заехать. И меня очень много людей приглашают в этот город, и при первой возможности, конечно, я бы туда с радостью съездил. Я знаю, что в этом году планировались соревнования во Львове, которые хотел организовать Александр Борисенко. Хотя, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, так и есть. И что-то в последний момент не срослось, а я так хотел. Надеюсь, что эти соревнования состоятся в 2015 году. Янгородко, Макс, с Новым годом! Спасибо! Это все? Да. Вот прям больше никаких вопросов. Спасибо огромное! Очень приятно, что даже вот в таких постах, да, под такими постами есть просто поздравления, просто какие-то слова благодарности. Это очень здорово. Назартицкий, опять же, спрашивает, когда ты приедешь во Львов, ты же с чего-то начинал на кастинге Украины Мои Таланты. Почему не отвечаешь на вопросы ВК? Сделай обучение по блайнду 4х4 с наступающим. Наверное, там вопрос не с чего-то начинал, а с него, да? Со Львова начинал. Да, да, да. Да, дело в том, что я не со Львова начинал в Украина Мои Талант. Дело в том, что кастинг назывался Львовским, но назывался он так потому, что большинство участников в нем были из-за Львова. Но снимался этот кастинг в Киеве, в районе под названием Троещина. И все остальные кастинги, и Одесский, и Днепропетровский, и Харьковский, и какой еще, Донецкий, и, по-моему, какой-то еще один, не помню, шесть их было. Все они снимались в Киеве. Вот, поэтому я свой путь в Украину Мои Талант начал именно в столице Украины. Что касается того, почему я не отвечаю на вопросы ВКонтакте, потому что я очень редко туда захожу. И вообще у меня есть мысли по поводу того, чтобы удалить страницу, потому что чувствую, что там ничего особо интересного не происходит. Все самое интересное происходит в моей группе ВКонтакте, которая может существовать и без моей страницы. И я заметил, что она и без меня великолепно существует, без моей помощи. Потому что вы сами друг другу отвечаете на вопросы, вы друг другу помогаете. И очень здорово, что группа живет такой жизнью, и очень здорово, что там такая дружелюбная атмосфера. И обучение по блайнду. Обучение по блайнду 4х4. Я планирую сделать это в 2015 году. О сроках говорить не буду, потому что... Потому что не знаю вообще, как сложится 2015 год. Максим Бурханов. Максим, привет. Я хотел бы поинтересоваться, можно ли придумать свою азбуку для сборки кубиков слепую. И хочется еще узнать, есть ли у тебя таблица со словами, в которых зашифрованы буквы. Если да, то можешь ее показать. Спасибо. С наступающим Новым Годом. Что касается своей азбуки, мне кажется, это очень здорово, если человек придумывает что-то свое. Я в свое время придумал свою азбуку и до сих пор ей пользуюсь. Конечно, если вам удобны какие-то другие буквы, то вы вправе сделать свою. И даже не просто вправе, а это, мне кажется, очень приветствуется. Особенно это приветствуется, если вы поделитесь этой информацией со всем окружающим миром. Это будет очень здорово. Но мне кажется, что в процессе придумывания собственной азбуки нужно быть очень аккуратным. Потому что многие придумывают азбуку следующим образом. Допустим, бело-синяя деталька. Это А. А синий белый, это Б. То есть идут не по кругу, а вот так. Верх-низ, верх-низ, верх-низ. И потом, когда речь доходит до того, чтобы придумать азбуку углов, получается очень много несостыковок. Поэтому такие вещи нужно продумывать, и это не так просто, как кажется. Но с чего-то надо начинать, и что-то обязательно нужно в этом плане пробовать. Что касается таблицы слов. Я пытался составить таблицу слов. Я пытался сделать так, чтобы в моей азбуке была какая-то стандартная история. Чтобы на каждые две буквы у меня было слово. И в этом слове ключевыми буквами всегда были первая и третья. Но в конце концов я понял, что это долго, неудобно. И каждый раз, когда доходило до того, чтобы вспомнить какое-то слово, в котором мне нужна первая и третья буквы, я понимал, что иногда проще сделать так, чтобы была первая-вторая или первая-четвертая. И в общем я понял, что если все это стандартизировать, то мне будет от этого только сложнее. Поэтому я решил отказаться от таблицы слов. И каждый раз в процессе сборки кубика с закрытыми глазами я фантазирую и придумываю какие-то новые слова. Иногда даже не слова, а что-то типа «РМНКФЗ». Или какие-нибудь такие непонятные загогулины. Но что касается других спидкуберов, которые в блайнде добились больших успехов, чем я, например, Роман Страхов. У него как раз-таки есть, насколько я знаю, не буду утверждать на 100%, но, по-моему, у Ромы Страхова есть таблица слов, которую он помнит наизусть. И это очень сильно ускоряет его сборку с закрытыми глазами. Особенно это касается больших кубов, от которых Рома просто фанатеет, мне кажется. В хорошем смысле слова. Олег Кубчик. Максим, привет. Вот вопрос. За какое время ты научился собирать кубик от 2 на 2 по... Ну, сколько помнишь? И еще главное, за сколько пирамидку? Ну, двушку научился собирать минут за 15, наверное. Пирамидку часа за два. Хотя, уверен, что многие сейчас посмотрят и скажут, фу, фигня, что там эту пирамидку собирать, что ты над ней 2 часа мучился, я собрал минут за 15. И скажу, что да, вы правы, действительно, пирамидку можно научиться собирать и за 15 минут, но просто у меня мозги... у меня их нет, в общем. Поэтому мне на все это потребовалось значительно больше времени, чем спидкуберам, у которых есть мозги. Вот. Что касается четверки, тоже достаточно просто она мне далась. И первая попытка у меня была вообще очень-очень быстрой и успешной. Но во второй попытке я понял, что все не так гладко, как может показаться, потому что мне выпал паритет на ОЛЛ. И я думал, что либо с кубиком что-то не в порядке, либо со мной что-то не в порядке. Когда увидел видео от РБ Кубера, которому, пользуясь случаем, передаю привет Роме Байбусинову в Канаду. Вот. Когда увидел это видео, понял, что все нормально, выучил эту непростую на тот момент для меня комбинацию, и все получилось. Пятерку, шестерку научился собирать тоже достаточно быстро. Что касается семерки, восьмерки, девятки и выше, я не учился их собирать. Я, когда взял эти головоломки, когда первый раз брал эти головоломки в руки, я уже был уверен, что у меня это получится безо всяких обучающих видео и дополнительных алгоритмов. Ну, собственно, так оно и вышло. Евгений Фомин. Собираешься ли ты заводить четкого админа, который будет следить за группой? Ну, типа удалять постоянно повторяющиеся вопросы, удалять спам и так далее? Ну, дело в том, что у меня есть ряд друзей, которые мне очень сильно помогают с каналом, с группой, теперь еще и с сайтом. Вот. Прекрасные люди, которые делают это абсолютно бескорыстно. И я думаю, что это как раз и есть те люди, на которых я могу опереться в этом вопросе. Единственное, что мне кажется, что вот в группе моей ВКонтакте не хватает немножко женской руки. Поэтому вот сейчас, пользуясь случаем, я хочу попросить Диану Мурник из Санкт-Петербурга официально стать редактором моей группы ВКонтакте. И, ребят, кто сидит в этой группе, точнее не сидит, не очень хорошее слово, кто является пользователем этой группы, наверное, так лучше, пожалуйста, поставьте лайк и вот прокомментируйте как-нибудь это видео насчет того, чтобы поддержать мою идею, если вы за. Я считаю, что Диана Мурник для существования группы делает больше, чем кто-либо. И это очень здорово. Ну и ее вот женское обаяние и женский подход ко всему позволяет все разложить по полочкам, организовать так, чтобы всем там было удобно и комфортно находиться. Диана, я точно знаю, что ты смотришь это видео. Пользуясь случаем, уже в очередной раз передаю тебе привет, потому что уже отвечал на твой вопрос. И вот такая к тебе просьба. Надеюсь, что ты мне в этом не откажешь. Джумбулат Маиров спрашивает, пробовал ли ты собрать куб с закрытыми глазами по Фридриху? Когда я не знал, что есть методика Штефана Похмана, я был искренне уверен в том, что спидкуберы собирают кубик с закрытыми глазами именно по методике Джессики Фридрих. Ну и теперь мне, конечно, смешно. Смеюсь над теми временами, когда я думал, что это так и не понимал, что все значительно проще. Какой у тебя рекорд по 7 на 7? По 7 на 7 надо посмотреть на ВЦА, я точно не помню, потому что этот кубик я собирал только на Украина Майя Талант и на ВЦА соревнованиях. Дома я его абсолютно не тренирую. По-моему, что-то в районе там, ну, больше 10 минут точно. Очень медленно. Игорь Былыбердин спрашивает, какой купить кубик 2 на 2? У меня 2 на 2 фирмы Даян. Все очень хвалят Линк По. Ну, как все? Это я очень обобщенно сказал. Многие спидкуберы хвалят Линк По от Мою. Но мне больше нравится Даян. И я собирал на соревнованиях, на последних соревнованиях в Москве и в Харькове именно Даяном. Леонид Толстиков. Привет, Максим. Был ли ты когда-нибудь в Греции? Если да, то был ли в лагере Лазурный? Вот где только не был, а до Греции не доехал. Посчитал, что только в этом году я побывал в 14 странах, в 42 городах за 2014 год. Вот. Но в Грецию хочется съездить, потому что страна с богатейшей историей. И, наверное, я обязательно это сделаю. Не знаю. Надеюсь, в 2015-м. Может быть, чуть попозже. Виталик Тарнавский спрашивает, будет ли обучалка по зеркальному кубику. С наступающим тебя поздравляю. И тебя с наступающим. Виталик, да, по-моему? Да. Виталик, эта обучалка уже есть. Я понял, что мне нужно сделать. Я на канале сделаю такую штуку. У меня сверху на канале промо-ролик, чуть пониже, последние добавленные видео, а потом идут плейлисты. Так вот, верхним плейлистом я сделаю обучающие видео или обучающие материалы, чтобы вам, всем, друзья, проще было найти новые обучалки, появляющиеся на моем канале. Но и еще одна радостная новость, что теперь эти обучалки будут все очень красиво и хорошо организованы на моем сайте, который откроется, надеюсь, откроется в начале января. Хочется в это верить. Мукадим Муратберг. Привет, Максим. С наступающим тебя Новым годом. Хотел у тебя спросить, будет ли у тебя на канале когда-нибудь эксперт F2L, OLL и PLL? Я сделал обучалку по F2L уже, но не считаю, что там какой-то прям суперэксперт. Там все, мне кажется, показаны самые элементарные случаи, самые простые. Над более сложными случаями я буду работать тогда, когда я сам их узнаю, потому что мой F2L очень примитивен, я использую самые простейшие алгоритмы. Когда буду знать что-то больше, когда буду в этой теме разбираться лучше, я сделаю видео по более продвинутому способу сборки первых двух слоев. Что касается OLL и PLL, я считаю, тут материалов в интернете полно, но есть такие люди, которые любят смотреть именно мои обучающие видео, за что я им очень благодарен. И именно ради таких людей я просто обязан сделать обучалку по OLL и по PLL. Алан Манукян спрашивает, кем ты хотел стать в детстве и как ты учился в школе? Ой, кем хотел стать в детстве? Да кем только не хотел. Больше всего, наверное, хотел стать футболистом. Занимался футболом много, уделял футболу времени значительно больше, чем сейчас уделяю времени спидкубингу. Энтузиазма тоже было полные штаны. Уверен был, что что-нибудь из меня получится в этом направлении. Ну вот, когда такой момент в жизни настал, когда нога напополам разломалась, тогда уже понял, что, наверное, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну так оно и получилось. Тем не менее, и сейчас с большим удовольствием играю в футбол. Что касается школы, вроде хорошо учился. Закончил школу с серебряной педалью. Ну, хотя, как сказать, тяжело мне давалась все-таки учеба, несмотря на то, что старался я. Ну, старался почему? Не потому, что я такой правильный, а потому, что родители заставляли. Ну и, наверное, не зря заставляли, потому что все-таки с одной четверкой я школу закончил с медалью. Это та самая Аня Уркашова, которую вы сможете увидеть на моем канале. На некоторых видео, посвященных лагерю «Шахтерская слава», потому что с Аней мы познакомились именно там. Передаю привет Ане, пользуясь случаем, и всему городу Ирбит Свердловской области. Аня, ради тебя я готов сделать обучалку по пираморфиксу, потому что я помню, с каким энтузиазмом ты крутила кубик в шестой смене в октябре в «Шахтерской славе». С какой скоростью ты делала пиф-пафы, с какой скоростью ты теперь собираешь коллекцию головоломок, а ты мне скидывала фотку в скайпе, и я видел, несмотря на то, что тебе кажется, что это совсем мало, для начинающего спидкубера это очень даже круто. У Ани, по-моему, 6 или 7 головоломок, и в том числе вот этот вот самый пираморфикс, который не так легко всем дается. И мне он тоже дался нелегко. Хочу сказать, что я наконец-то научился собирать эту головоломку, и думаю, что вскоре ради Ани и ради всех вас, желающих научиться эту штуку собирать, я выложу обучающее видео по этой головоломке. А по мегаминксу? По мегаминксу хотелось бы. Хотелось бы мегаминкс вообще вот в этом году доделать, то есть получается сегодня. Ну, не знаю, найду ли я на это время или не найду. Ну, и по Судоке Кубу тоже. А все остальное уже оставлю на 2015 год. Так, еще один вопрос про мегу. Ладно. Вадим Сивцев. Привет, Максим, с наступающим. Я долго смотрел твои видео и начал собирать свою коллекцию. Вскоре научился собирать 3х3. И вопрос таков. Будет ли видео о твоей обновленной коллекции? Я решил, что сделаю еще одну традицию в своей жизни. Я ежегодно буду снимать видео о своей коллекции головоломок. Первое видео, посвященное этой теме, вышло, по-моему, 13 или 14 января 2014 года. Будем считать, что это моя коллекция за 2013 год. Ну, потому что оно снято в январе 2014, да. То есть в этой коллекции только те головоломки, которые я приобретал в 2013 году. Дальше вышло еще одно видео в нескольких частях, потому что коллекция там многократно возросла. И в одну часть я не уложил рассказ о том, какие головоломки у меня есть. Будем считать, что это коллекция головоломок вариант 2014 года. Но и дальше ежегодно я буду снимать варианты своих коллекций. То есть в этом году сниму коллекцию на 2015 год. Ну и надеюсь, что в 2016, в 2017 и последующие годы я тоже буду это делать. Не забуду эту традицию и, естественно, не заброшу спидкубинг. В чем я абсолютно на 100% уверен. Тенис Ерохин поздравляет с наступающим новым 2015. И пишет тебе огромное спасибо за то, что снимаешь хорошие видео. Я по ним научился собирать 3х3. И хочу задать вопрос. Какой куб купить? Дайан Жан Чи 5 Калор или Шэнг Шоу Аврора? И твой вариант. Ну, во-первых, спасибо за теплые слова по поводу моих видео. Все, мнения по поводу моих видео все-таки немножечко расходятся. Они такие немножечко необычные. Я стараюсь их делать с заботой о зрителе, чтобы никаких лишних вопросов у людей не возникало. И иногда это вызывает некое недопонимание по тому поводу, что может быть лучше, чтобы какие-то вопросы возникали, чтобы зрители сами своим умом доходили до ответов на эти вопросы. Но мне все-таки кажется, что обучалка должна быть исчерпывающей, еще какой-нибудь веселенькой и ассоциативной, чтобы ее было приятно, интересно смотреть. Так что спасибо всем тем, кто находит в моих обучалках что-то интересное, понятное и полезное. Вот. Что касается вопроса, я его уже забыл. А, Даян. Даян или Шангшоу. Даян Калор или Шангшоу Аврора, да? Ну, судя по тому, что человек хочет купить Даян Калор, у него есть еще какой-то Даян, не Калор. В таком случае советую Шангшоу Аврору. Анастасия Пятина. С наступающим, Макс. Знаешь ли ты город Одинцово? Город Одинцово, да, слышал. Вот только не помню, где я его слышал. Мне кажется, что я знаю какого-то человека из этого города и боюсь сказать, где этот город располагается. Мне кажется, что где-то в районе Москвы, но я могу ошибаться. Собирал ли ты когда-нибудь слепую при помощи человека, который даже неправильную сторону собрать не может? Просто знает, что такое угол, ребро, центр. Прекрасный вопрос. Великолепный просто вопрос. Спасибо за этот вопрос. Действительно, в моей жизни был такой момент. И я даже больше того скажу. Я смогу собрать кубик с закрытыми глазами при помощи человека, который даже не знает, что такое ребро, угол и центр. Я делаю это по методике Штефана Похмана. Я показываю пальцем человеку наклейку, которую я сам, естественно, не вижу. Он называет цвет. Я показываю пальцем вторую наклейку. Он мне называет цвет. И если я вижу, что эта деталь как красно-зеленая, допустим, то я уже знаю, где она должна стоять. И ставлю ее так, чтобы все остальные элементы остались на местах. В этом и заключается суть методики Штефана Похмана, по которой я и собираю кубик с закрытыми глазами. Андрей Ковпак тоже поздравляет тебя с наступающим. Спрашивает, когда выйдут обучалки по сквайру, потому что сам собрать не может. По-моему, уже третий человек, который спрашивает про обучалку по сквайру. Ну и я в очередной раз уже с гордостью и с радостью могу сказать, что эта обучалка уже есть на ютюбе. Я тебя еще не все читаю про сквайру. Алик Кубчик. На каком сайте ты заказываешь кубики и какая твоя любимая фирма? Что касается сайта, на котором я заказываю кубики, его нет. Я заказываю кубики не на сайте, а у моих друзей, которые этим делом занимаются и которые разбираются в этом лучше меня. Что касается моей любимой фирмы, здесь все абсолютно очевидно и однозначно. Это фирма Мою. Валентин Кукин. Привет, Макс. Спасибо тебе за все видео. Хотел задать вопрос. Сколько раз ты был в Украине и в каких городах? Ну разве тут сосчитаешь, сколько я раз был в Украине? Раз 20, наверное, был. Объездил все вдоль и поперек. Всю Украину. Если перечислять города, в которых я был, я боюсь что-то забыть. Вот. Ну, попробую перечислить. Был на востоке. В Днепропетровске, в Харькове, в Запорожье. Также был в Киеве. Ну это уже не восток. Был в Луцке. Это уже практически самый запад. Был в Симферополе, в Ялте, в Керчи. И вот, ну сейчас, когда об этом сказал, понял, что сейчас эти территории уже как бы непонятно, то ли Украина, то ли не Украина. Но для меня вот та атмосфера, которую я там увидел, в которую я там укунулся, она у меня как-то непрерывно, неразрывно связана именно с украинской культурой. Поэтому вот почему-то я сейчас даже подсознательно, не задумываясь, назвал эти города украинскими. Андрей Леона пишет. Максим, я бы хотел, чтобы ты снял видео, как собрать кубик слепую быстрее. Куда уже быстрее-то? Я уже ускорение выкладываю, уже 12 штук ускорений есть, которые постепенно позволяют вам перейти на более совершенную методику, чем методика Штефана Похмана. Эта методика позволит вам ставить два ребра за раз, а не одно. И при этом установочные ходы значительно легче. Я буду продолжать эту серию видео, посвященных ускорению. При том, ускорение будет касаться не только сборки, но еще и запоминания. Но что-то более совершенное, я даже боюсь предположить, а что это может быть. Неужели Speed Optimal 3-циклы или BH, как называют эту методику, Бейра и Хардвика. Это, естественно, да, это самое сложное, что сейчас придумывало человечество для сборки кубика с закрытыми глазами. Но я еще сам маленький для этой методики, потому что там огромное количество алгоритмов. И не каждый из них можно просчитать интуитивно. Так что все не так просто, как кажется. Дамир Акбатыров. Привет, Макс, мы с тобой уже разговаривали по скайпу, возьми еще раз. Вот. И еще один вопрос, если это был вопрос, в каких странах и городах ты был и да, с наступающим. Ну, вот насчет скайпа. У меня какая-то с компьютером сейчас проблема, у меня звука на компьютере нет. Наверное, что-то с кодеками. Я попробую что-либо сделать, но еще в скайпе у меня каждый раз, когда я туда захожу, минимум 300 пропущенных. Поэтому, если я на все эти пропущенные буду отвечать, я просто не в состоянии буду ни на тренировки ходить, ни обучающие видео записывать, и вообще ничем кроме этого заниматься. Поэтому уж извините, если я кому-то в скайпе не ответил, кого-то, не дай бог, этим обидел. Ну, старайтесь, пожалуйста, воспринимать это не так близко к сердцу. Что касается городов и стран, в которых я был, мне кажется, вот, ну, тоже уже отвечал раньше, да. Недавно посчитал, что за 2014 год я побывал в 14 странах и в 42 городах. Если сейчас начну перечислять, то, может быть, до завтрашнего утра мы это видео до конца допишем. Поэтому не буду перечислять. Уж извините. Денис Рапопорт спрашивает, когда будет видео по кресту. Поздравляет с Новым Годом и желает счастливого Рождества. С Денисом мы тоже недавно познакомились в Москве на соревнованиях. Денис, передаю тебе привет, пользуясь случаем. Видео по кресту три штуки, видео по кресту уже есть. Будет еще видео по сборке креста на левой грани, то есть боковым хватом. Ну, может, что-нибудь еще будет, но только в 2015 году, не раньше. Ну, это, извини, перебью, да. Это не значит, что это будет в декабре 2015 года. Может, я и в январе, и в феврале это сниму. Данил Абзулутдинов спрашивает, на какие соревнования в ближайшее время собираешься ехать? С наступающим. Ой, на 2015 год еще не планировал, на какие соревнования поеду. Очень хочу съездить на соревнования в Сингапур. Я уже даже зарегистрировался на эти соревнования. Очень хочу съездить на соревнования в Белоруссию, потому что в 2014 году, к сожалению, не получилось у меня съездить на соревнования в эту чудо-страну. А очень, очень, очень хотелось. Поэтому обязательно исправлюсь в 2015, в Белоруссии 100% побываю. Даже не представляю, не представляю такого, что я не съезжу в Белоруссию в 2015 году. Это просто исключено. Еще хочу на соревнования в Москве, которые будут тоже в феврале. Насколько я помню, организовывать их будет Дмитрий Анискин. Ну, мы с ним разговаривали на эту тему, хотя я могу ошибаться. Надеюсь, что все сложится, и соревнования состоятся, и у Димы все получится. И я на них обязательно тогда приеду. И еще обязательно хочу в этом году съездить на чемпионат мира в Бразилию. Потому что на чемпионате мира я еще не был никогда, ни по одному виду спорта. Елизавета Волкова, привет Максим, хотел бы поблагодарить тебя за твои обучающие видео, за твои выступления. Именно они вдохновили меня собирать кубик Рубика. Поздравляю тебя с новым 2015 годом. Желаю тебе только счастья. Вот так вот. Спасибо огромное. Тоже очень приятно. Радует, что не то, что не надо отвечать. Я бы с радостью ответил, если бы был вопрос. Но тут суть в том, что приятно, когда человек не задает каких-то дополнительных вопросов. Это говорит о том, что его все устраивает, что ему все нравится, что он получает информации столько, сколько ему нужно. От моего канала, от моей группы ВКонтакте. Это очень здорово. Спасибо. Вова Лановлюк приглашает тебя в Луцк. О, да, меня уже приглашали в Луцк с удовольствием, с радостью. При первой возможности обязательно зайду в кафешку вареники тут. Игорь Белослюцев поздравляет тебя с Новым годом. Желаю, чтобы планы осуществлялись, а мечты сбывались. Кубы быстрее собирались. Всех твоих подписчиков и друзей с праздниками. Бате здоровья, веселого праздника. О, Игорь. Игорю спасибо огромное, что он про отца моего вспомнил. Это, да, тоже очень приятно, безумно. Но я уже передавал привет в Новороссийск, поэтому не вижу смысла что-то еще здесь говорить. Михаил Васенов. Максим, с наступающим Новым годом тебя, всего тебе наилучшего. С большим удовольствием смотрю твои видео. В общем, передаю тебе привет и хочу спросить твое мнение. Если брать Мегаминкс, то брать его с накладками на реберных элементах или это... Какие-то украинские слова. Паньские витребеньки. Насколько они удобны для скоростной сборки? Я тоже не понял, что такое паньские витребеньки. Если я еще правильно это произнес. Но мне кажется, что... Ну вот я бы эти штуки назвал рюшечками. Так вот, ласково. Мне кажется, что они мне только мешают в сборке Мегаминкса. Хотя я, опять же, я собираю его там за 4 минуты с лишним. А люди, которые собирают его значительно быстрее, говорят, что эти штучки очень даже помогают. Поэтому я тут в замешательстве нахожусь. Но единственное, что я хочу сказать, мне Мегаминкс фирмы Дайан вообще не очень нравится. Мне нравится Мегаминкс от фирмы Шингшоу. И я искренне верю в то, что фирма Мою, моя любимая фирма, тоже выпустит Мегаминкс, который будет вообще великолепен. Хочется в это верить. Юра Михайлицкий спрашивает, какой у тебя ПБ по трехе и сколько у тебя идет сотка с наступающим Новым годом тебя? Сотку вообще практически никогда в жизни не крутил, поэтому даже сказать боюсь. Если это и было, то это было очень давно. Недавно сделал сотку верхним хватом, но эта сотка не отражает моих реальных результатов, потому что я два года собирал кубик боковым хватом, а теперь попробовал сделать сотню верхним. Вот. Что касается ПБ по трехе, 12 секунд боковым хватом. Надеюсь, что верхним будет лучше. Джамбулат Маиров. Ты создаешь картины сразу по лицу человека или есть программа, которая из фото может сделать фото в кубиках и по ним создать картину? Не, ну я бы, конечно, восхищался человеком, который глядит на лицо человека и собирает картину из кубиков. Мне кажется, это перебор, это очень сложно, и я к этому еще не готов. Естественно, я пользуюсь компьютерными программами для этого. Стас Воронов. Здравствуй, Максим. У меня к тебе есть просьба. Ты собираешь с куб таким же методом, как в обучалке, или собираешь с более быстрым методом? И еще, у меня есть к тебе просьба. Как сможешь, сделай, пожалуйста, обучалку по Мегаминксу. Ну, по Мегаминксу я планировал обучалку на 2014 год. Надеюсь, что эти планы осуществятся. Но если даже и не осуществятся, то в начале 2015-го она появится. Потому что, ну, честно сказать, устал я уже от записи обучающих видео за последние 10 дней. Столько обучалок записал, сколько за весь год не записал, наверное. Что касается скьюба, я сделал обучалку в 6, по-моему, частях по скьюбу. И я рассказал в этой обучалке все, что я знаю об этой головоломке. Никаких других алгоритмов я не использую. Ну, и, наверное, поэтому и собираюсь кьюб пока еще медленно. Надеюсь развиваться в этом направлении. Витя Распономарев запомнит имя. Привет, Максим, с наступающим Новым годом тебя. Поздравь меня, пожалуйста, по видео. Витя Распономарев. Я понял. Ну, интересный, да, тоже такой подход к вопросу. Было очень много людей, которые просили мне передать привет. Просили меня передать им привет, когда я буду на минуте славы или на Украина моя талант. Честно сказать, я такие вещи не очень люблю, когда меня об этом просят. Потому что мне кажется, что есть много тоже людей вокруг нас в этом мире, которым тоже бы этого хотелось. Но они об этом молчат. Как бы тут я даже в замешательстве некотором нахожусь, и я даже не знаю, что отвечать таким людям. Особенно, если меня просят передать привет с экрана телевизора. Мне кажется, ну, не знаю, я бы об этом, наверное, не стал бы просить. Но в этом видео у меня абсолютно это сделать несложно. И я уверен, что человек просит это для того, чтобы потом показать это своим друзьям, родным. То есть это не тот случай, когда я выступаю на каком-то торжественном мероприятии, да, и меня снимает куча видеокамер телевизионных. Здесь всё гораздо проще, поэтому, Витя, тебя с Новым Годом. И продолжай в том же духе смотреть и быть активным пользователем моего канала и группы ВКонтакте, а теперь ещё и сайта. Шингис Даутов, привет, Максим, с наступающим Новым Годом. А ты знаешь, что в Казахстане есть город Кокшетау и курортная зона Бурабай? Вот насчёт курортной зоны Бурабай я не знал, а город Кокшетау очень часто слышал на слуху, но никогда в этом городе не был. Андрей Масонзенко, Максим, а будут обучалки по скоростной сборке 4х4? Да, будут. Я хочу каждому, каждой головоломке сделать три серии обучалок. Первая – это метод для начинающих, вторая – это более продвинутый метод, в случае с четвёркой – это метод Роберта Яу, и третья – это слепая сборка этой головоломки. Но я не все головоломки умею собирать вслепую, поэтому всё-таки в некоторых головоломках будет просто сборка для начинающих и сборка скоростная, а в некоторых – три серии видео. Егор Осинцев. Привет, Максим! Поздравляю тебя с Новым Годом и хочу спросить, приедешь ли ты в Екатеринбург на соревнования 10 и 11 января? Мы будем ждать. Да я бы с радостью, но у меня, к сожалению, а может быть и к счастью, на эти даты немножечко другие планы. Я бы с радостью съездил в Екатеринбург, тем более я знаю, что на этих соревнованиях будет много моих друзей, таких как Вася Стасев из Челябинска, ну, будет Артём Громов, с которым мы жили в одной комнате на МАИ, вот недавно познакомились, ну, ещё ряд замечательных людей, по которым я очень сильно скучаю. Им тоже передаю привет и, надеюсь, встретимся на каких-нибудь других соревнованиях. Ну, мы обязательно встретимся. Костя Косинов. Здравствуй, Максим! С наступающим тебя! На всех твоих видео вижу, что у тебя висят наушники. Какую музыку ты слушаешь? У меня на этом видео тоже висят наушники, так что вопрос очень в тему. Удобные, кстати, наушники. Наконец-то я купил себе то, что нужно. У меня предыдущие наушники служили мне 6 лет. Представляете, в 2007 или в 2008 году я их купил. И вот в 2014 они не то что сломались, они продолжали работать, просто батарейка у них уже стала лагать. И я купил себе новые, они тут же сломались. Я купил себе ещё одни, они мне не понравились. И вот только с третьей попытки я нашёл то, что мне нужно. Они вообще очень классные. Они вставляются в уши, при этом абсолютно никто, кроме меня, не слышит, что там происходит, что там за видео, что там за песни. Поэтому я могу смотреть в них даже не очень хорошее видео и слушать не очень литературные песни. Но всё-таки музыка, которую я слушаю, ну, перехожу уже к ответу на вопрос непосредственно, это, как правило, песни литературные даже очень. Вот. Могу сказать, что моим любимым композитором является никто иной, как Александра Пахмутова. И совсем не по той причине, что мы с ней земляки. Я совсем недавно узнал, что Александра Пахмутова родом из Волгограда. Просто те гениальные песни, автором которых она является, они не оставляют меня равнодушным. И, ну, наверное, не знаю, наверное, это здорово. Кроме песен Александра Пахмутова я слушаю совершенно другую музыку от классики и до Эминема. И, в общем, главное, чтобы в песне было то, что заставляет обратить на эту песню внимание. Заставляет то, что заставляет эту песню слушать, переслушивать. Может быть, какая-то жизненная ситуация, в которой я когда-то эту песню услышал. Может быть, красота мелодии, может быть, приятный смысл слов или глубокий смысл слов. Ну, в общем, как-то так. Так, Илья Вакуленко. Привет, Максим, с наступающим тебя. Сколько будет пять в кубе? И сколько ты еще собираешься заниматься спидкубингом? Пять в кубе? То есть пять в третьей степени? 125? Сколько ты еще собираешься заниматься спидкубингом? 125 лет. Понятно, дальше. Андрей Двиглазов. Максим, объясни, пожалуйста, как собрать последний слой в этой головоломке? Газового картины. Ничего так. Знать бы, как в ней первый слой собрать. Покажи, пожалуйста, в камеру эту штуку. Вот, надеюсь, видно. Я не знаю. А то возникает паритет, а ОРБ Кубера собирает только до креста последнего слоя. Ну, я, может, когда-нибудь такую штуку приобрету, когда где-нибудь увижу или хотя бы узнаю ее название. Привет еще раз. Посоветуй, с чего начать, с PLL или OLL? Это пишет Алан Манукян. Однозначно все очень просто, Алан, начинай с PLL. Однозначно, потому что OLL достаточно знать всего лишь 10 штук. Это 3, чтобы собрать крест на шестом этапе, и 7, чтобы собрать седьмой этап в один алгоритм. Это уши, глаза, носик, две рыбки, НТВ плюс и вертолет, или как я его назвал еще, человечек. А PLL, 21 алгоритм, очень сильно ускоряет сборку. Так что обязательно учи PLL, начинай именно с него. Дима Яськов. Привет, Максим. С наступающим тебя. Близких тебе друзей. Какие планы на 2015 год? Какие соревнования планируются, путешествия, какие планируешь выпустить обучающие уроки по сборкам и ускорениям, и просто какие интересные планы? Учи, учи трешку. Хочу, чтобы мой учитель собирал все быстрее и быстрее, и не уступал парню, что на коробках кубиков. О, да. Успехов тебе в наступающем году и новых рекордов. Спасибо. Очень приятное такое пожелание. Спасибо огромное. Парень на коробках с кубиками – это прекрасный спидкубер из Австралии, Феликс Земдекс, с которым, я надеюсь, кстати, увидеться в этом году на чемпионате мира в Бразилии, и лично пожать ему руку. Ну, это я уже перехожу к планам на будущий год. Действительно, для меня сейчас это прекрасный стимул, чтобы еще сильнее начать тренировать трешку, потому что я уже начал. Я уже стараюсь верхним хватом делать там хотя бы 100 сборок в день, вот, и смотреть, что из этого получается. Пока все плохо, пока даже САП-25 сделать не могу, но все впереди, все будет, я думаю. Там, конечно, посмотрим. Из планов, наконец-то хочу закончить свое обучение в университете в этом году, диплом защищаю, планирую. Ну, как в этом, в 2015-м. Естественно, планирую продолжать работать с детьми, планирую съездить в еще большее количество стран, чем в 2014-м году. В 2014-м их получилось 14, надеюсь, в 2015-м будет больше, чем 15. Вот, что касается остальных планов, они слишком личные, о них не буду говорить. Марк Гуляев, у него большой вопрос, будем читать по порядку. Привет, Максим, я понимаю, что таких, как я, море, поэтому буду вкратце. Ага. И вопрос больше, чем у Дианы Мурниковой. Ну, во-первых, поздравляю тебя с новым грядущим 2015-м годом. Спасибо. Пусть с тобой на каждом выступлении и соревновании будет удача, чтобы побил рекорд Феликса, я за тебя болею. Ну, а по спидкубингу. Я хотел спросить, если покупать то, трешка Мою Аолонг, версия вторая, четверка Мою Аосу, может что-то подешевле, двушка, только Даян, или что можно недорогое, пятерка Мою Ао Чуанг, или можно Шанг Шоу. Ну, давай, пока на это ответьте. Давай. Так, а трешка. Советую либо Шанг Шоу Аврору, либо Сулонг от Мою. Это кубики относительно недорогие и крутятся не намного хуже, чем Аолонги, Вейлонги и Даяны. Что касается четверки, советую Мою Аосу. Что касается пятерки, также советую вот этот Мою Ао, там какой-то Чуанг, я не знаю, как это, и на каком, ну, на китайском понятно, но не знаю, как читается. И двушка. Двушка, советую Даян. Так, дальше читаем. И да, Мегаминкс, самый дорогой Даян. А самый лучший Шанг Шоу, на мой взгляд, хотя он значительно дешевле. Ну вот, как ты относишься к бренду Шанг Шоу? Положительнее. Положительнее. Если это касается Даяна, ой, Даяна, что я говорю, если это касается Мегаминкса и кубиков 6 на 6 и 7 на 7. Читаем дальше комментарий Марка. Я постоянный зритель твоего канала YouTube, но и группы ВКонтакте. Всегда с удовольствием читаю и смотрю все, что ты выкладываешь. И в дальнейшем мечтаю с тобой встретиться на каких-то соревнованиях. В скобочках. Я пока к ним не готов, но у меня сапп всего 42. А так, еще раз с новым наступающим. Всех благ. Кстати, ты собираешь боковым хватом. Сделай как-нибудь обучалку. Интересно посмотреть. Спасибо за то, что не пожалел времени на то, чтобы задать такой вопрос. Написал развернуто, красиво. Мысли изложил в своей очень четко. Спасибо тебе большое. Как зовут человека? Марк. Марк, Марк. Ну вот, вот мы с тобой и познакомились. Ну, что касается, все-таки, одну ошибочку ты допустил, такую незначительную. Это такую ошибку допускают многие начинающие спидкуберы. Они путают термины сапп и авг. Авг – это среднее время. Наверное, ты имел в виду это. А сапп – это слово, смысл существования которого я вообще не вижу. Если человек собирает кубик за 9 секунд, он говорит, что у него сапп 10. Если человек собирает кубик за 14 секунд, он говорит сапп 15. То есть слово сапп означает просто меньше. Мне проще сказать, если я собрал за 16, значит, я скажу, что я собрал за 16, а не сапп 17. Мне кажется, это как-то, ну, правильнее, что ли, и понятнее для широкой публики. Вот. Но Диана Мурник как раз мне предложила сделать словарь спидкуберских терминов, который поможет начинающим спидкуберам разобраться в том, что… в том море терминов, которые существуют в нашем молодом виде спорта и в виде искусства. Если поддерживаете эту идею, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я буду очень благодарен. Олег Кубчик. Макс, привет. Я спросил у тебя название одной головоломки в ЛС, а ты мне так и не ответил. Вопрос. Почему? Почему не ответил? Ну, наверное, потому что у меня… В ЛС это где? В скайпе или… Не понял. В личных сообщениях. В контакте, наверное, да. Да, я туда вообще не захожу. Я как увидел один раз, что у меня тысяча сообщений в контакте и половина из них «Привет, и как дела?» Я теперь боюсь это читать. Вот. Так что, друзья, бессмысленно писать мне в личные сообщения в контакте. Говорю абсолютно прямо. Пишите в скайп или задавайте вопросы в группе. Так будет значительно лучше и проще дождаться ответа. Саша Савидакис. Максим, привет. С наступающим. Я хотел, чтобы ты порекомендовал мне кубик 3х3. Какой фирмы купить? Ты молодец. Продолжай в том же духе. Спасибо. Рекомендую кубик фирмы «Сулонг» от «Мойю». Шингис Даутов. Снова привет, Максим. Много ли ты кубов дарил детям? Ну, много – это понятие растяжимое. Для некоторых африканских и латиноамериканских племён всё, что больше трёх – это много. Если рассматривать слово «много» с их точки зрения, то много. Больше трёх. Но сколько, я, честно говоря, не помню. Были такие акции, да, когда дарили детям кубики и учили собирать. Но это происходит нечасто. Думаю, что это как раз надо исправлять. Побольше ездить по детским домам или каким-то местам, где много детей, которым нужна помощь. Вот. Об этом я тоже пытаюсь договариваться, но как-то всё вот не срастается всё время. Это очень жаль. Жалко, что так происходит. Денис Увасёв. Макс, у тебя на канале есть видео Максим Чечнев о плоских головоломках. Часть 1 и часть 2. Где ты рассказываешь про головоломку «Мэджик». Но мне кажется, можно сделать часть 3 и даже 4, потому что существует тоже плоская головоломка «Клок». Ты про неё не рассказывал, но это, наверное, твоё решение – снимать видео или нет. Я всё равно не заставляю тебя это делать. Очень такой, как бы сказать, подход к вопросу, как это назвать, тактически выверенный, грамотный, очень тактичный, да, очень такой толерантный, что ли, не знаю, каким словом это лучше назвать. Очень здорово, но спешу обрадовать. Есть такая головоломка, и я уже записал по ней обучающее видео. Три части посвящены головоломке под названием «Клок», и всё это есть на моём канале.